Всем привет! В очередной раз познакомлю вас с товарами из Китая. Это новое видео на канале Gadgetmania. Я начинаю. Поехали! Вы сейчас будете смеяться, но это сигнализация от утечки воды в вашей ванной комнате. Давайте распакуем, посмотрим, что там внутри. На самом деле система умного дома и все, что с этим связано, она все больше входит в нашу с вами жизнь. И здесь именно то, о чем вы вообще не подозреваете и никогда не думаете, уезжая в отпуск или уезжая еще куда-то. Собственно, производитель этих штук, китайцы, как вы могли догадаться, больше здесь ничего у нас нет. И вот в такой вот белой коробочке у нас написано только Neo Wi-Fi Water Sensor. Он нужен нам для того, чтобы вы могли знать, прорвало у вас в ванной или где-либо, где присутствует канализация и вообще вода течет. Прорвало ли у вас воду, соответственно, трубу или нет. Вот в такой вот коробочке к нам приезжает, у нас есть вот такой вот старт-гид. Прикольно. Практически все на английском языке с одной стороны и с другой стороны на английском языке. Прикольно. Система Neo. Вообще штука полезная. Многие из вас даже просто не задумываются о том, что вам необходима такая вещь. Она на самом деле вам очень сильно нужна. Подробная инструкция будет в описании под этим видео. Я думаю, что если общаться с продавцом на Алиэкспресс, он все подробно расскажет, что и как это все дело монтируется. Я же вам расскажу по наитию. Давайте посмотрим, что у нас написано в инструкции. В общем и целом целая эпопея, но на самом деле все очень просто, если знать, что делать. Первым делом вы устанавливаете приложение. Есть для Android и для iOS. После того, как вы установили приложение, вам надо будет снять крышку с устройства. Делается это очень просто. Пол оборота и снимается. Здесь батарейка. Внутри вот такое вот устройство в виде пленочки транспортировочной, для того, чтобы у нас батарея не портилась и не тратилась во время хранения после завода. Внутри вы видите кнопочку и видите LED-индикатор, то есть лампочку. Нажимаете кнопочку, держите 6 секунд и настраиваете с помощью приложения. Там все понятно. Приложение на русском языке для Android и на английском языке для iOS. И в принципе 4, по-моему, простых шага и все будет настроено. После этого вам должно приходить уведомление. После того, как вы это все сделали, вам, конечно же, надо подключить вот эту штуку сюда. На самом устройстве я пока все это дело делал, смотрел на YouTube. Русскоязычных нет пользователей, которые рассказывают вам об этом. Здесь также стоят датчики. Они соединяются непосредственно с контактной площадкой. В эту контактную площадку вы включаете вот такую вот штуку. И после того, как вы все настроили, вам на... Все, что вам надо сделать, это просто повесить в ванную комнату или там, где вы хотите следить за активностью воды, то есть, чтобы у вас не было протечек. Если это же случилось, то есть вот эту штуку можно повесить как можно выше, для того, чтобы можно использовать комплектные болтики, можно их не использовать, для того, чтобы ваши домашние животные просто ничто с ней не сделали. А этот провод просто опустить на пол. И в случае протечки вы услышите вот это. Прикольно, да? На самом деле нет. И если бы это все делалось легко и просто, то вот здесь у нас идет сообщение о том, что непосредственно в ванне у нас, если мы разблокируем, то у нас будет протечка. То есть у нас и звук, и все в этот момент просто сообщает нам. И это будет до тех пор, пока вы, соответственно, не устраните эту течь. Как только это наблюдаем за смартфоном, как только вы это устраните, соответственно, писк этот прекратится, и уведомления у вас перестанут быть. Надо несколько секунд для соединения с сервером. Все это работает через домашнюю сеть Wi-Fi. Сама эта штука не подключается к электричеству. Вот так вот это будет все делается. Я ничего не делал. Снимаем. Ну, здесь, соответственно, у нас... Еще раз. Проходит несколько секунд. И наступает вот такой вот противный сигнал. Я думаю, что это очень-очень будет полезная штука. Может быть на даче, может быть еще кому-то. На самом деле, все это можно интегрировать в умный дом. И если поставить специальный переключатель на вентиль вашей горячей и холодной воды, то автоматически можно задать сценарий, что эта вода перекроется. То есть, если сенсор обнаружит протечку, то вода просто-напросто перекроется. Насколько он чувствительный? Ну, он чувствительный. Действительно, он чувствительный. Капли воды. То есть, капли воды он распознает, как вот такое вот короткое замыкание. Ну, а большое количество воды он распознает уже как сигнал к тревоге. Я думаю, что китайцы молодцы. Стоит это на самом деле недорого. Для того, чтобы ваше спокойствие... То есть, работает. Да, с настройками придется повозиться. Займет это у вас порядка. Там, может быть, с первого раза не за пять минут вы это сделаете. Но я думаю, что будет, скажем так, подспорьем в вашем умном доме, если вы еще его не построили. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что вы супергерой. Поздравляю вас с наступившими или с наступающими майскими праздниками. Череда таких вот интересных или очень видео сейчас будет продолжаться. Постараюсь выкладывать в каждый день. Ну а совсем скоро вас ждет интересные, увлекательные обзоры гаджетов, в том числе и смартфонов. Чтобы не пропустить, нажимай колокольчик, пиши комментарии. Ну и, конечно же, подписывайся на чат в Телеграм. Он доступен по ссылке в описании и работает без каких-либо проблем. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok